Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Ирина Зинатулина. Началась новая рабочая неделя и к новостям понедельника. Рустам Иниханов прибыл с рабочим визитом в Шанхай. Основная цель – участие в пленарном заседании российско-китайского бизнес-форума. Он пройдет завтра. На встрече российскую делегацию возглавит председатель правительства Михаил Мишустин. Сегодня Раис Татарстана встретился с мэром Шанхая Гундженем и принял участие в совещании по реализации проекта первого российского электромобиля «Атом». Какие открываются перспективные направления сотрудничества с китайскими партнерами в нашем материале? Это уже не первый визит Рустама Иниханова в Китай. До пандемии он трижды участвовал в шанхайской промышленной ярмарке. С китайскими провинциями у Татарстана уже действует семь соглашений о сотрудничестве. В минувшем году товарооборот превысил полтора миллиарда долларов. В Пекине работает торгово-экономическое представительство Татарстана. Сейчас курсное расширение сотрудничества с Шанхаем. Мы прибыли в ваш прекрасный город в составе официальной делегации во главе с представителем правительства Российской Федерации Мишустином для участия в российско-китайском бизнес-форуме. А поездка российской делегации – это ответный визит на правительственном уровне, площадь очень важного для наших стран государственного визита представителя КНР Сизепина в России в текущем году. На селе Шанхая, с учетом всех районов, порядка 26 миллионов человек. Город является ведущим промышленным, транспортным, торговым и финансовым центром Китая. По итогам минувшего года объем внешней торговли Шанхая превысил 600 миллиардов долларов. Я рад приветствовать вас и делегацию в Китае. Вы неоднократно бывали у нас в Шанхае, поэтому мы считаем вас нашим близким другом. Китай и Россию объединяют горы и реки. Мы – соседи, которые доверяют друг другу. В рамках этого сотрудничества дружеские отношения сложились между Шанхаем и Республикой Татарстан. Это такие направления, как экономика, спорт, туризм. Мэр Шанхая поблагодарил Рустама Миниханова за опыт в проведении WorldSkills. Рейс Республики, в свою очередь, отметил их помощь во время пандемии. В частности, по поставке оборудования для изготовления средств защиты. Татарстан и китайское сотрудничество на высоком уровне. Необходимо проанализировать, в каких еще направлениях деловые круги могли бы работать. В качестве примера Рейс Республики привел кооперацию в IT-сфере. Логистики, здравоохранение. Также Рустам Миниханов предложил развивать связи между научным сообществом. Китайский бизнес очень серьезно рассматривает Россию для организации своих инвестиций. Примером является компания ХАЭР, которая уже пятый завод строит в нашей республике. На встрече также обсудили вопросы сотрудничества в образовательной сфере и возможность открытия прямых рейсов из Казани в Шанхай. Также сегодня Рустам Миниханов принял участие в совещании по реализации проекта первого российского электромобиля «Атом». Обсуждение прошло с участием компании «Шанхай Лаунч» и генерального директора КАМАЗа Сергея Кагогина. На встрече говорили о вариантах сотрудничества. Основная часть визита в Китай пройдет завтра. Рустам Миниханов примет участие в российско-китайском бизнес-форуме. Вероника Кайнудзинова, Дмитрий Аринин, Марат Хусаинов, ТНВ, Китай. Подведены первые итоги Международного экономического форума России «Исламский мир» «Казанфорум». В этом году он прошел в новом федеральном статусе. Организаторы подсчитали, на Казани-экспо собрались больше 16 тысяч участников из 85 стран и 84 регионов России. На форум прибыли 40 дипломатических миссий исламских стран. Обсуждались все сферы взаимодействия. Международное сотрудничество, инновации, исламские финансы, индустрия халяль. Это 150 тематических сессий и 950 спикеров. Одной из ключевых тем стало строительство Международного транспортного коридора «Север-Юг». Двусторонние конференции состоялись между Россией и Турцией, Россией и Египтом, Азербайджаном, Узбекистаном, Малайзией и Ираном. На форуме заключено 130 соглашений о сотрудничестве, что превзошло ожидаемый показатель. Выставка «Раша халяль-экспо» раскинулась на 20 тысячах квадратных метрах. Продукцию представили 400 производителей из 11 стран и 9 регионов России. Форум освещали 700 работников СМИ, 38 из них иностранные журналисты. Только от ТНВ на освещении Казанфорума работали 40 репортеров. Вышло более 50 сюжетов в информационных блоках на телеканалах ТНВ «Татарстан» и ТНВ «Планета». Всего вышло 34 спецвыпуска новостей и хабарляр, информационно-аналитических программ и две прямые трансляции мероприятий в рамках форума. Председателю оргкомитета Марату Хуснулину вручили сертификаты рекордсмена по количеству участников на международном форуме «Российсламский мир». Данный форум является рекордсменом мира, поскольку ни в одном форуме в мире никогда не было 89 зарегистрированных стран-участников. Мы сегодня присутствуем на мусульманском форуме. Это увеличивает результаты просто кратно. Проверить все системы пожаротушения, не допускать сжигания травы даже в хозяйственных целях. Такие задачи сегодня перед главами районов поставили на заседание Республиканской комиссии по предупреждению ЧАЭС. Его провел первый вице-премьер Рустам Нигматуллин. Практически на всем востоке республики объявлен самый высший пятый класс пожарной опасности. В остальных районах четвертый. Пока ситуация контролируемая, но пожары в других регионах вынуждают работать на упреждение. Кто сегодня в антирейтинге и почему жара может оказаться затяжной, расскажет Рамиль Шайдулин. Ситуация требует еще раз взбодриться. Погода тоже сухая. Спустя полтора месяца после прошлого заседания комиссии снова возникают вопросы по мерам безопасности. Из-за засушливой и жаркой погоды есть угроза лесных пожаров. В ближайшие дни прогнозируется усиление температурного фонда. И в лесах районов Елабургского, Мамадышского, Тукаевского, Менделеевского, Огрызского, Мензелинского, Октанышского, Ознакаевского, Бугульминского, Бавлинского, Ютазинского, Леногорского уже установился чрезвычайный класс пожарной опасности. Если в одних районах пожарная опасность возросла по независимым от местных властей причинам, то в ряде районов есть подозрения на превышение служебных полномочий. Например, некоторые главы сельских поселений обозначенных, вот такие, как Камско-Устинский район, Ютазинский, Маушишминский, Мензелинский, Октанышский, Черемшанский, Кукморский, Титюшский районы, ссылаясь на пункт 63 правил противопожарного режима в Российской Федерации, самостоятельно принимает решение о проведении выжигания сухой травянистой растительности. Первый вице-премьер обратился напрямую к районным властям. В нынешних погодных условиях, пусть пока и не при особом противопожарном режиме, сжигание травы недопустимо. Кто там особо умный, там порядок есть. Помимо того, что ты имеешь право, должен обеспечить ряд условий. Я вот им честно сказал уже, кто не обеспечит, со всей пролетарской необходимостью, будут потом штраф платить. Малейшее нарушение, и все. И никто потом не звонить и не просить там. С начала года в республике произошло 864 пожара из-за возгораний сухой травы. Они перекинулись на 16 строений и больше всего пожаров в Нижнекамске. Нижнекамск район 156 загораний в абсолютных лидерах идет. Каждый год. Тукаевский 76, Альмейский 84, Чернышан 42, Заинский 47. Давайте работаем на реагирование. Кто ближе, тот должен лететь и тушить. Уже завтра синоптики обещают 30 градусов жары и сильный ветер порывами до 17 метров в секунду. При этом на всем востоке республики сохраняется пятый класс пожароопасности. Минлесход призывает ответственные ведомства весь пожароопасный сезон быть в полной готовности. Первый вице-премьер Рустам Нигматуллин проверить все имеющиеся для этих целей системы пожаротушения. Сбор помощи для погорельцев в Курганской области продолжается. Сегодня из Казани отправился очередной груз гуманитарной помощи жителям татарского села Юлдус. Это 10 тонн различных круп. Помощь собрали на Куркачинском хлебоприемном предприятии в Высокогорском районе. Участие приняли его сотрудники совместно со Всемирным конгрессом татар. Напомним, первый груз гуманитарной помощи из Татарстана жителям села Юлдус дошел в начале минувшей недели. Тогда доставили 20 тонн одежды, продуктов и вещей первой необходимости. Разные виды круп. У нас гречневая крупа, пшеничная крупа, перловка, гороховая крупа, жаная крупа, ящная крупа. Обязанности каждого, кто может, помогаем. Понимаем, какой семье нужно помогать, в каком направлении нам нужно идти. Мы будем восстанавливать это село. И все жители этого села, наши татары, они сразу, поняв эту мощную силу, единство нашего татарского народа, даже не усомневаясь ни в каких намеренных своих, они нам сказали, что мы остаемся в этом селе. В Татарстане создадут совет по вопросам повышения качества жизни граждан. Кто может войти в его состав и каким будет региональный социальный стандарт, читайте в интернет-газете «Реальное время». Больше 20 тысяч гостей из России, ближнего и дальнего зарубежья собрались в Болгаре на ежегодное событие, объединяющее весь мусульманский мир из Геббалхаржиена. Старт торжествам дал Рустам Мениханов. О том, что Болгарь – это святыня всего российского народа, заявила ответственность за работу с религиозными организациями в стране Евгений Еремин. Праздник стал своего рода кульминацией «Казанформа». Ручная мельница дочери пророка Фатимы. По преданию, ей эту реликвию подарил сам Мухаммед, а пророку она досталась от предков. Именно эти нехитрые жернова вскормили весь род будущего основателя ислама, рассказывает Рустам Мениханову на выставке личных вещей Мухаммеда и его сподвижников. А вот масленка пророка, которую доверили взять в руки – Раису Республики. Увидеть эти бесценные сокровища мог каждый, кто приехал на ИСГ Балхаржиена. Хотя мы где-то час простояли в очереди, но я очень благодарна Всевышнему за то, что я попала сюда, в этот зал, просмотрела все реликвии пророка Мухаммеда, я очень счастлива, благодарна Всевышнему. Торжества начинаются с театрализованного пролога. Здесь главные вехи принятия ислама в Болгарии. С этих исторических дней прошел 1101 год, говорит Рустам Мениханов. И время доказало – выбор наших предков был правильным. 1101 год назад здесь наши предки приняли ислам. И, конечно же, вот эти традиции живут. Живут они благодаря тем людям, нашим уважаемым хазратам, тем людям, которые проповедуют ислам. Нам не только те, кто проповедует ислам. Люди, которые имеют некую нравственность, понимают, что без религии, без Всевышнего нам никакой перспективы у нас нет. Ис-я-месес, добрый день. Ас-саламу алейкум, дорогие друзья. Болгар – это священная земля, одна из святынь всего многонационального и многорелигиозного российского народа. Наше главное богатство – это Родина, говорит и духовенство. Отдельно остановились на теме защиты нашей страны. За нашими спинами священные реликвии. Но самая большая реликвия, доверенная нам Всевышним, – это наша Родина. Если надо будет, мы все вместе встанем на защиту своей страны, своей Родины. В священном Болгаре гости со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Семья Янишевых каждый год приезжает из Шагардана. Мы вместе с внуками сюда ходим, чтобы они их научат тоже. Многие гости – жители стран исламского мира. Приехали в Болгар после участия в Казан-форуме. Говорят, именно здесь открыли для себя Россию с другой стороны. Я впервые здесь и очень счастлив тем, что могу познакомиться с болгаром. И одновременно рад тому, что в наш первый визит попал на это прекрасное мероприятие. Я не знал, какое количество мусульман живет в России. И только попав впервые в вашу страну, узнал, что есть регионы, в которых живет много мусульман. Есть регионы, в которых много буддистов. Очень приятно узнавать о таком религиозном многообразии. Конечно, я знал о татарском народе, но не знал, что вы мусульмане. Знал только вашу историю. Но, приехав сюда, мне очень приятно видеть все это. Мусульмане живут очень хорошо и счастливо. Это приятно. Одно из самых центральных и одновременно сакральных событий дня – это так называемая Таубя-намазы или молитва покаяния. По традиции все верующие проводят ее в развалинах центральной соборной мечети, построенной еще в 13 веке. Коллективный намаз по традиции провел Талгат Таджуддин. За его спиной муфти и руководство республики – тысячи верующих. Изгеблгаржиене – это еще и зрелище. Вот силач удерживает на своих плечах больше тонны веса. Так начинаются показательные схватки чемпионата мира по крэш. На коврах больше ста спортсменов из 17 стран. За борьбой внимательно следит Рустам Миниханов. Абсолютным батыром чемпионата в Болгаре стал азербайджанский борец Джамал Физиев. Награда из рук Раиса Республики. Изгеблгаржиене этого года собрал больше 20 тысяч гостей. Половину мира объединил праздник, как уже больше 1100 лет продолжает объединять общая вера. Более двух тысяч человек из разных регионов страны приняли участие в божественной литургии, которую в соборе Казанской иконы Божьей Матери совершил патриарх Московский в Сиярусе Кирилл. Богослужение прошло перед мощами великомученика Георгия Победоносца. Святыню доставили в столицу Татарстана в рамках Всероссийского молебна о победе. Уже с самого утра в Казанский собор шли люди. Прихожане приезжали целыми делегациями из районов Татарстана и разных регионов страны. Помолиться о нашей стране российской, чтобы наше воинство одержало победу. Мы должны поддерживать друг друга, то есть должны сплотиться. Совпало действительно сейчас и приезд патриарха, и приезд мощей Георгия Победоносца. И действительно это очень сильно может духовно объединить людей. Уже к началу божественной литургии собор Казанской иконы Божьей Матери, вмещающий около двух тысяч человек, полностью заполнился. Все, кто не успели зайти, смогли увидеть службу на большом экране. Трансляцию вел телеканал ТНВ. Рад, что патриарх Кирилл Святейший к нам приехал. К сожалению, не смог попасть в храм пораньше приехать. Но здесь тоже хорошо, с экрана мы видим. Крепость Духа им не спасли. От смерти раны пленения сохрани. Патриаршие богослужения проходили у ковчега с мощами Георгия Победоносца. Он считается небесным покровителем русского воинства. Святыню привезли в Казань в рамках Всероссийского молебна о победе. Церковь по богословению патриарха на каждой божественной литургии молится об этом. И, конечно, факт принесения мощей по всей стране, он чрезвычайно важен. В зале Казанского собора было много политиков и руководителей. Татьяна Ларионова, Юрий Камалтынов, Денис Калинкин. Как в своей проповеди отметил патриарх Кирилл, Татарстан – яркий выразитель России и пример для всего мира. Заповеди о любви к друг другу здесь, на русской земле, обернулись замечательным братством народов, принадлежащих к разным этносам, национальностям и даже красным вероисповеданиям, к разным верам. И в каком-то смысле ярким выразителем вот именно этой особенности России является земля Татарстана. Здесь живут люди разных веры, но живут в гармонии, в согласии, в уважении, без всяких конфликтов и не по какому-то принуждению. А потому что у православных и мусульман в Татарстане в голову не может прийти, чтобы ссориться друг с другом. И вот в этом уникальный пример России для всего мира. В дар Казанскому собору патриарх Кирилл передал на престольные Евангелия. Глава Татарстанской митрополии преподнес предстоятелю образ священномученика Ермогена. По окончании литургии патриарх возложил цветы на могилу митрополита Феофана. Вечная память, вечная память, вечная память. После Казани ковчег с мощами Георгия Победоносца отправился в Оренбург. Всероссийский молебен о победе продлится до сентября и пройдет во всех регионах страны. Дмитрий Айринин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Сегодня свой день рождения отмечает Фарид Мухамедшин, председатель Государственного совета Татарстана, политик общероссийского и европейского уровня. Он уже больше 30 лет служит в парламентской работе, обладает доверием и поддержкой населения, пользуется непререкаемым авторитетом у коллег. Фарид Мухамедшин также занимается партийной и общественной деятельностью. Он лидер единороссов Татарстана, возглавляет движение ТНВ, Федерацию волейбола Республики Ассамблею народов Татарстана, авторетро-клуб 21. Фариду Хариловичу сегодня 76. Поздравления ему адресуют руководство Татарстана, ведущие политики России, главы регионов и иностранных государств. Вы закрепили за собой авторитет блестящего профессионала, человека твердого слова, для которого не существует непреодолимых трудностей. А верное служение интересам земляков было и остается главным жизненным ориентиром. Такие слова поздравления передала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Поздравительные телеграммы также отправили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Маджлиса парламента Казахстана Ерлан Кашанов. Многие годы вы остаетесь бессменным председателем Госсовета Татарстана и секретарем регионального отделения «Единой России», что свидетельствует о вашем искреннем стремлении быть полезным родной республике и стране, подчеркнул Раис Рустам Ниханов в своей телеграмме. Госсовет сегодня в своих соцсетях поделился историческими кадрами. На пленарной сессии в 1997 году тогда премьер-министр Фарид Мухаммедшина с 50-летием поздравляет Минсимир Шаймиев. Мне бы хотелось лично от себя, от имени сидящих здесь депутатов и всего актива республики поздравить вас этим молодым юбилеем, пожелать крепкого здоровья и успехов в этой нелегкой работе, на этой должности. Поздравляем мы тебя от всей души. В эти минуты на сцене Камаловского театра идет юбилейный вечер Рабита Батулы. Талантливый писатель и драматург, яркий публицист и сатирик, автор сказок и передач для детей, режиссер и общественный деятель. 85-летие ему исполнилось в марте. Сегодня торжественный вечер в его честь. Чествует юбиляра вся татарская интеллигенция. Сейчас с нами на прямой связи Вероника Гайнудинова. Чем удивляют юбиляра? Лина, добрый вечер. Я бы сказала, что всех сегодня здесь удивляет сам юбиляр. Он танцует, говорит скороговорки, играет на курай. Действительно, вся творческая интеллигенция пришла сегодня поздравить юбиляра. Поздравление от Ментимира Шаймиева передал вице-премьер Василь Шикаразиев. Хочется отметить, что юбилейный вечер проходит здесь, в театре Камала. И можно сказать, не случайно. Ведь именно здесь, больше 60 лет назад, началась такая творческая жизнь Рабита Бутулы. Может быть, немногие знают. Ведь он мечтал стать артистом, актером. И даже закончил Щепкинское училище. Ту самую знаменитую актерскую татарскую группу. Пришел в театр Камала, но актерская карьера не задалась. Он ушел режиссером в театр Кокол, режиссером в казанскую телестудию. И там и началась его литературная жизнь, его литературное творчество. И как сам сегодня рассказал Рабит Бутулан, этот юбилей, это 85-летие. Это такой некий итог его деятельности. И со сцены он сегодня делится своим самым сокровенным, своими мыслями со своим зрителем. Давайте послушаем его. Это фактически творческая лаборатория моя сегодня. 85 лет, и я должен отчитываться и показать народу свою кухню, кухню писателя. Чем занимается писатель? Я пишу уже 60 с лишним лет. Выпущено 90 книг с переизданиями. Конечно, 75 названий. А переизданиями 90 книг. И мне... Я даже не верю, что я написал это. Возможно, Ангелина написала, возможно, жена написала. Когда я гулял, кутил. Все возможно. В зале сегодня настоящий аншлаг. Пришло очень много коллег, друзей, почитателей творчества Рабита Бутулы. Поздравить его с 85-летием. И мы пообщались с его коллегами по цеху, с его друзьями. Предлагаю послушать, что говорят они о юбиляре. Гениальнейший писатель, понимаете. И историк, и прозаик, и режиссер, и вообще педагог, педагог. И артист, сам артист. Московский Щепкин закончил театральный институт. Оттуда выходят уже великие люди. Как рассказал нам сегодня юбиляр Рабит Бутула, он написал за свою долгую жизнь уже 90 книг. И говорит, на этом не собирается останавливаться. Что он пишет сейчас, он сказал в секрете. Поэтому будем ждать его новые книги. Поздравляем юбиляра с 85-летием. Поэтому все, Лина, на этом передаю тебе слово. Спасибо, Вероника. Это была Вероника Гайнудинова с юбилейного вечера писателя Рабита Бутулы. В Казани выбрали две главные короны. Мини-мисс Казань 2023 и мини-мисс Татарстан 2023. Мини-мисс Татарстан стала юная красавица из Сарманова Айгуль Валиева. Конкурс прошел 22-й раз подряд. Девочки от 5 до 12 лет удивляли жюри своими талантами, обаянием и умением держаться на сцене. Они еще юны, но уже знают, как очаровать публику. На сцене маленькие красавицы нашей республики. Финалистки конкурса «Мини-мисс Татарстан 2023». Юные красавицы соревновались в трех категориях. Визитка, презентация таланта и общий танец. Организаторы подчеркивают, что мини-мисс Татарстан – это прежде всего воспитательный и образовательный проект. Красота – это не только красивое платье и красивый взгляд, но это еще умение держаться, разговаривать, двигаться, быть обаятельным. Вот он, этот красивый, торжественный момент. Самый долгожданный момент награждения «Мини-мисс Казани» становится жительница столицы Кира Гринько. Главную корону и титул «Мини-мисс Татарстан» получает 11-летняя красавица из Сарманова Айгуль Валиева. Была мечта стать мини-мисс Татарстаном. Очень долго готовились к этому. С мамой перед конкурсом придумывали визитку. Танец нам ставили. Восемь юных татарстанских красавиц пригласили на федеральный конкурс красоты в Москву. Алена Струминская, Дельмен Дубаев, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Гульнас Гизатулиной. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников «Эксит Вейкс». Только в мае в «Эксит-центре РРТ» с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв в «Эксит-центре РРТ» на Чуйково 54Б. Подробности по телефону 207-0080. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. Сыночек, привет. Привет, мам. Записали тебя на анализы в гемотест. Он и в твоем городе есть. Программа «Страна гемотест». 5 базовых анализов по 290 рублей. Бесплатная консультация врача. Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» – это выгодно. Здравствуйте. Сегодня о погоде расскажу вам я, Гульнас Беззатулина. В республике установилась очень жаркая погода, и в ближайшее время ситуация не изменится. Подробный прогноз после небольшой информации. Компания «Данил Мастер» дарит подарки. Весенняя скидка на заказ корпусной мебели 20%. Торопитесь, акция действует только до конца мая. Подробности по телефону 2-167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Бугульме, Бавлахе и Ознакаево небольшая облачность. Осадки не ожидаются. Ночью около 13 тепла. Днем температура повысится до 27 градусов выше нуля. Жарко будет и в набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуги. Ночью ожидается до 11 тепла. Днем 28 градусов выше нуля. И здесь без осадков. Небольшая облачность и отсутствие осадков по прогнозу в Агрызе, Менделеевске, Ахтаныши. Ночью около 9 тепла. Днем потеплеет до 28 градусов выше нуля. В Арске, Кукмаре, Болтасеи сохраняется повышенный температурный фон. Осадки не наблюдаются. Ночью ожидается 11 градусов тепла. Днем 28 градусов. В Болгаре, Дрожженом, Буинске, Облаков чуть больше, но осадки не прогнозируются. Теплые ночи ожидается около 14 тепла. Днем 27 градусов выше нуля. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыши осадки не ожидаются. Ночью 10 градусов тепла. Днем 28. В среду жаркая погода в республике сохранится. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги просчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Банк Аверс предлагает комплексный расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, надежность проведения операций, онлайн-резервирование счета в течение 20 минут, открытие расчетного счета бесплатно, доступ к современным дистанционным сервисам, профессиональное сопровождение внешнеэкономической деятельности. Банк Аверс – надежный партнер для вашего бизнеса. В Казани ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров повысятся до 14 градусов тепла, а днем ожидается 28 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный, порывистый. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба. Влажность воздуха низкая – 29%. Магнитное поле Земли спокойное, но очень жаркая погода может стать причиной недомогания. Берегите свое здоровье. В республике сохраняется высокая пожароопасность. Будьте осторожны при обращении с огнем. Таковы новости о погоде к данному часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин